Я особенно не читаю его аннотации, поэтому не знал, кто очень он. Я вижу, как молодой человек выстрелился, полной энергии, жизнетворческого накала. Вот такое впечатление. А потом, оказывается, мы-то наш в года, в месяц и так далее. Вот это ощущение молодости, прежде всего, вот это поражает. Понятно, что так, что мы внутрь, так скажем, погружаемся, видим вот эту профессиональную и уроку, опытную, искушенную и так далее. Но я вот ценю больше всего именно вот это впечатление молодости, энергии. Поэтому поздравляю, очень хорошая выставка. Не часто, так скажем, у нас бывают здесь такие выставки, которые действительно энергичные, энергетичные, которые заставляют нас так... С восхищением заходить в этот зал. Поэтому поздравляю, вдобро вас, Виктор Валерьевич снялся языка. Главная фраза. Мои впечатления тоже, вот такая молодость, да, такой задор, такая активная энергия. Вот так вот, с внешней стороны-то, такое впечатление первое, когда проходишь по выставке. Вот, ну, должен что сказать. Владимир Николаевич у нас педагог известный, популярный, вот, который задает определенную планку, достаточно высокую. Мы знаем студентов, дипломников, которые выпустились, вот, и работы старших курсов, дипломной работы заслуживали очень самой, ну, скажем так, высокой и справедливой оценки. Вот, сейчас у Владимира Николаевича первый курс. Первый курс, вот, ребята присутствуют, показывают уже очень даже неплохие результаты. Посмотрим, что вот на просмотре будет. Ну, я считаю, что студентам повезло, что у нас на кафедре такой замечательный педагог с такой энергетической харизмой. Вот, несмотря на то, что есть вот крупные работы, такие масштабные работы, цветные работы, здесь вот мы видим, ну, работа, которая требует такого мастерства, усидчивости, внимательности. И вот эти вот разные грани такого творческого характера, я считаю, что это ценное, так сказать, очень ценное для педагогической деятельности Владимира Николаевича, для нашей кафедры, для студентов. Поздравляю! Спасибо. 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 Можно я тоже скажу? Я хотел сказать, что я в какой-то степени первооткрыватель нашей кафедры. Да? Да. Господи, не встроен. Да. Когда-то мы давно были в Красноярске, приехала комиссия от министерства, я тоже был в этом. У нас был довольно большой состав тоже, и я в него влюбился, потому что, ну, во-первых, это родной по духу человек, мы с ним пересекались, да, на конференциях по дизайну международных. И понимали, что главное для педагога и для школ, что наша задача, ну, как бы разбудить их искру, как бы поставить, как было такое подходящее выражение, поставить голову, что называется, на место, чтобы включились не только какие-то чувства, но и разум, чтобы мы могли понимать, что такое проектирование. Вот что ценно, Владимир Николаевич, выпускник Мухи знаменитый, или теперь Штеглица, тоже наш родной, родственный, вернее, вуз, и, соответственно, мы где-то друг друга поднимаем сходы. А дальше выяснилось, что вот так вот он перебрался в Москву, в Москву, и я думаю, надо его цеплять. И действительно, для кафедра это было очень хорошее приобретение. И самое главное, мы видим, как Владимир Николаевич работает со студентами, что он их завизжает и заражает. То есть он дает какой-то импульс, от которого они или сгорают, как и пельки, или становятся настоящими. Вот то, что вот Туваевич заметил, что не догадаешься, какой он по возрасту. Когда он написал эту цифру 7.0, да, я так вот, что это такое? Хотя там есть еще дополнительное название планеты Таймини, потому что он как бы сам сибиряк уже фактически, он пророс там с корнями. Вы знаете, что это за родина Сурикова, и многим говорил, а? Астафьев, да, замечательная страна, такая мощная река Несей, там огромные переплодорные горы, вот эти столбы, и удивительные реки на полной такой вот рыбе, как Таймини. Ну, а Владимир Николаевич знает, как их найти, достать и приготовить. То есть он, по-моему, каждое лето пытался туда ехать и возрождаться, да? Да. Ну, на этот раз как? Ну, на этот раз я в Тараба поеду, если пандемия пойдет, я, конечно, так. Так она уже все. Ну, нам сказали... Захлестывай. Ну, вот, ну, я очень рад, что он такую замечательную выставку сделал, что вот, в общем, я когда увидел, ну, у нас, во-первых, висели некоторые планшеты на кафедре, а вот, когда появился в интернете, я думал, вот это да, это уж и вообще потрясение. Ну, и слава богу, значит, убедит весь институт. Правда, до детства. Вот, ты главный виновник. Так что я поздравляю от себя, от всех. Вот, я думаю, и студентов тоже немножечко так шарашили размером. Да? Отлично. Спасибо большое. Поздравляю. Я хочу сказать очень коротко, что, конечно, выставка уникальная, она очень личностная и, наверное, говорит о том, что вот, если студент может что-то получить от педагога, это прежде всего поиск. Поиск творческий, поиск новаторский. И любой студент должен своей личности это воспитывать точно так же. Потому что, глядя на своего педагога, вы понимаете, что педагог не стоит на месте, он делает разные работы, он практикует вообще, у него много выставок сделано. И при этом еще создает какие-то свои вот философские картины. Вам надо равняться на педагога, старайтесь. То есть, тоже быть очень индивидуальными и яркими. Это просто как вывод из того, что вы здесь вот смотрите. Спасибо. Еще буквально два слова. Это еще раз, вот человек, который такую школу прошел, и в плане образования, и в плане жизненных достижений, и очень руками много умеющий делать, вот здесь пример есть, вот эти работы до последних лет. И это еще раз доказывает, что компьютер в руках художника, это только средство. Инструмент, да. То есть, для творчества, для полета творчества, для совершенно, достижения совершенно разных эффектов. Все равно, его надо использовать с полетом, а не просто как техническое какое-то приспособление. И вот это очень радует. И, конечно, вот эта жизнерадостная гамма и такой какой-то мажорный настрой почти в каждой работе, они помогают пережидать наши эти трудные пандемические годы. Да, потому что это уже тянется. Спасибо вам большое. Спасибо вам за такие слова. Ну, я что хочу сказать. Никто не задал вопрос, почему планета Таймей. Почему планета Таймей, да? Байдарка. Краты Эфгутсисуя. Таймей, это же рыба. Это рыба. Это можно нам сказать. Да, но это, во-первых, краснокнижная рыба. Занесена в Красную книгу. И это не стаиная рыба, это рыба одиночая. Это обязательное условие. Один Таймей, который вырастает до 20 килограмм, иногда и более того, курирует территорию, размер территории. Соответственно, 20 километров. Вот представьте себе, 20 километров, одна, а это... Он в пустыне. Только одна рыба. Если 50, то на 50 килограмм. И так далее. Поймать Тайменя – великая честь. И поэтому, когда я называл планету Таймей, я подразумевал, что это, во-первых, корня все равно из Сибири, да? Потому что Таймей – это рыба чисто сибирская. Ну, она там еще на Дальнем Востоке бывает, в Монголии бывает, но там реже. А вообще, это вот реал распространения, в основном, красноярской крае. И что самое главное? Стало быть, я автор на планете краснокнижный. Краснокнижная рыба. Краснокнижный... Последний из магикан. Да. Что хотелось бы мне еще сказать. Во-первых, я, конечно, благодарен судьбе, наносу человеку Александру Николаевичу, который меня так выдержал. Я уже смирился с тем, что я сюда приехал, я здесь был доживатель в Сибири Целон, вот, и никому не нужны ни мои работы, ничего. А он мне так, тик, и выдержался. Я ему очень благодарен, потому что я вновь вернулся в атмосферу какого-то эйфорического состояния. Нельзя назвать это счастьем, потому что какое же это счастье, когда твои студенты вдруг начинают не успевать по каким-нибудь предметам. И вот когда успевают, а еще здорово, вот тут наступает полное счастье. Но вот это состояние нервным, несчастья, несчастья, оно мне очень сильно нравится. И я еще разговариваю. Я очень сильно благодарен, Александр Николаевич. Также я хотел бы выразить слово благодарности и в адрес ректора, который, к сожалению, сегодня отсутствует, но который дал добро на эту выставку. Потому что без этого добра вы бы этого увидели только фрагментами, там у нас где-то накажут. Вот. И, конечно, я благодарен и Олегу Игоревичу, который пробил, собственно говоря, эту выставку. Без его конечных усилий, вроде бы незаметных, на самом деле это без этого тоже нет. Ну и в завершение всего, я бы подготовил маленькое сообщение на 9 листах. Коротенько. Да, коротенько. Ну, уж если вы говорите о том, что вот это представление автору, да, то я хотел бы вам рассказать еще одну страничку своего представления. Называется «Капли Грааля». В глазах идем Грааля на хвостах. Членская чаша безбрежья тишины, на грани ограненных звезд. Заколыхалась, гладь ее изерцала, и капли вечности скользила вниз, упала. Разбилась дребезг и стекла подвешенькую ниткой, стальная роса. Сорвалось то жерелье в фрока. Ниже, 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 скатилась, долу, долу, скороби, срываясь, стремительно летя моря. Слегка раскачивается в землях и на листах среди ресниц, елей, берез и кедров их песочек. И в отражении брега будто приросла. Поцелуя прикипая, цветам и травам в мозаичной гальте. Добавив трепетавшей смазки, последний дмах крыла творца, окаменевшими слезами. А видели ли вы, как по утру в тумане течет бурливая доля днем река? О чем она поет ко мне? Когда одна, когда она как будто бы неведая, не слезая, не зная, не замечая вас, врастает в небо облаками, доспехи млечные, в замедленном кино с тебя снимая, и наконец свои наготу и ослепляя, вдруг сразу тут же начинает свежий день. Кромсая лезвием слепящего киндала на слонах гор, в урманах и распадках, свинцовый брак и сильного обмана, резвясь и грохоча игривыми волнами, притая в детственный упор разноголосимый чехол. Габовец, криткий голосарий, настройка инструмента, оркестрова яли, как будто бы сейчас, всегда, в начале всех начал, извечно и всегда, всегда. Как просто у таежного костра, всю ночь без сна, лететь на жизнь ее глазами, видав очаг, гравль, разве с капелью понимания, до удивления простого и совсем темного счастья узнавания, мгновенно, бесконечко, целуюся, почти, казалось бы, стебя. Ну, и несколько таких вот полушутливых. Называется дверюк. Клыками обнаженных нервов грызают в кости мяса слов. Мордянка вниз стучит, стекает право-капель сок из снов. Сперзаю сухожилия сочетаний, на части рву куски глотаю, лакаю, горло сопрогаясь, в небо смысла слов. Я этим убиваюсь. Я хищник, падающий, голодный. В чужих волнений, чужий сердец, нажался в гору и сейчас играю. Не бойся, подойди, я засыпаю. Я нежне ласку из двережек, почти уже в ночь, домашний. Смотри, глыки и когти прячут, пока не проголодался вновь. И артопортрет. А, нет, тут их чуриц. Я исправил, как сталь на наковарь. Я добрый, белый, пушистый, мягкий, как будто бы кистель, виние ангелёвский. Но только лишь, когда предельно я кристальный и не опасно в доску мляж. Всё тот же самый, гвудливый, не слишком часто, только в марте, когда не спится долгими ночами, другие дни совсем наоборот. Меня не видно, я стекло прозрачный, спектрально чистый, и сплю как будто в рот. Ага, да, в высоте. И весь я разный, как все люблю, я пол прекрасный, хотя там нужно на душ, который будет. Несёт меня пожизненная волна, бросает штопор, торг, и тут и сяк. Мотает буря щепка, словно, сам я помню. А там, где надо намолчать, по мне винтом Джорджана брунг, из чего мне раздирает корректироваться. Но всё же мне пока ещё везёт. Сорочки, выигрыш счастливый. Наверное, мне досталось увлекательно будет. Хотя и надо, но при том сказать, частичка, может быть, оправдание, что счастье денег у меня на флаг уходит. Зато я ветер и задумчив, нежен, чуток, и не груб, но часто я упугаю редко, твёрдко. Вы мне поверите? Но я не тот. Вчера я был тот дамый, а сегодня я ужасно, здоровый, глупый, но удивительно прекрасный и щедрый мот. Что я себе ещё сказать? Я не знаю. Но чуждо я ощущаю, что воздух из меня не будет точно ароматным. И муда. Чеширская улыбка поршает в этот ряль, качаясь на восток, на юг и север тоже, как маятник ухо. То пыхнет, то погаснет, искру и пах на дно, при дутреннем закате по-доброму любому. И напустив тумана, упал за издой, шайно, улыбчиво-прилипчиво, сам гостю в дом сведёт пропеха к зевчё, запутанное, излипчиво, приветливое, и забывчиво, а что-то неказистое. Шепнёт нам вероятное, укажет на возможность, странное, скорее же не важно, так просто на ушко, как будто словно балл, но очень первозданное, как воздух горный, чистый, всегда одно, желанное, мгновенное, и одно. Привет моя, люби, ай, нет, уже её была и в разрастаяла. Заснеженным дыханием, на вдохе или выдохе, на старшем или финише, предпоследа того, дробясь на отражении, на ритмах и реванях, возможные, наверное, цветное, черно-белое, упругое или мягкое, глухое или звонкое, солёное и слабкое, вдруг вылетит вам. Пока всё. А сейчас я в пользу случаем, в пользу случаем приглашаю всех, в этих присутствующих, на верх, на кафе, на маленький, на кафе. Ну, так было интересно, про таймей, меня послушать, не хватает фотографий, захотелось послушать, что же это за рыба. Рыба красивая, рыба красивая, попробовать. Очень. Нет, на самом деле, есть рыба гораздо более вкусная, чем таймень. Хариус, да? Почему таймень? Потому что, во-первых, это краснокнижность, да, как я сказал, это очень редкая рыба. Ну, правило такое вот среди рыбаков, видите, существует, поймала, спасибо. Спасибо. Ну, всё. Пойдёмте наверх. Продолжение следует...